Штаб по комплексному развитию региона начали цитата с приятных новостей. Подвели итоги визита премьер-министра Михаила Мишустина, который впервые посетил Ульяновскую область в начале июня и утвердил перечень поручений Минздраву, Минфину и Минэкономразвитию. Так, до 5 июля необходимо внести в правительство распоряжение о выделении из резервного фонда около 77 миллионов рублей. Деньги пойдут на оснащение больниц с новым оборудованием, ремонт здравниц, строительство нового корпуса для начальных классов, лицея номер 100 в Ульяновске. Федеральный центр идет нам навстречу, поэтому с нашей стороны никаких сбоев быть не должно. Особенно это касается своевременной и качественной подготовки необходимой документации. Поддержит федеральным рублем, а это 800 миллионов, и программу по переселению из ветхого аварийного жилья. Досрочно, уже в 2023 году, а не в 2025, как планировалось ранее, новое жилье получит 1200 ульяновцев. Однако поддержка федерального центра требует от регионального правительства встречного движения. Нам настоятельно рекомендовано сократить управленческий аппарат, сократить администрацию, потому что на фоне других регионов с такой же численностью населения у нас аппарат раздут чуть ли не в два раза, в том числе и расходы на него. Особое внимание уделили вопросу водоснабжения, точнее отсутствие воды в некоторых населенных пунктах области. Особо острый вопрос стоит в Ульяновском и Сенгелеевском районах. Люди живут без воды с начала мая. О своей беде жители пишут в социальных сетях, просят помощи Алексея Русских и президента Владимира Путина. По Ишеевке ряд мер принимается, в частности бурится новая скважина, одна пробурена, на ту неделю введена в эксплуатацию, что дополнительный объем воды позволил подать на Ишеевку. В конце этой недели мы ожидаем результаты анализов по второй скважине, если все соответствует СанПИМу, соответственно она также введена в эксплуатацию. В Шиловке серьезный порыв водопровода. Сегодня организован подвоз воды, но одной машины недостаточно. Решение есть, но оно дорогостоящее и на перспективу. Запитать Шиловку с еще одного родника, который обеспечивает водой Екатериновку. По словам экспертов, источник задействован только на 25%. Это будет решение для того, чтобы перенаправить потоки. И считаю, что в 2021 году проектирование и торги, 22 строительство, и мы уже где-то к августу, наверное, сможем при нормальном финансировании найти решение. Обсуждали на штабе ухудшение эпидемиологической обстановки. С 11 июня вновь наблюдается прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Сегодня в регионе зарегистрировано почти 58 тысяч случаев. Много заболевших среди детей. В региональном Роспотребнадзоре предложили приостановить работу детских комнат в торговых центрах и запретить работу клубов в ночное время. Если тенденция к росту останется, грядет ужесточение масочного режима. Предлагаю с 1 числа ограничить все массовые мероприятия. С 1 июля оставить пока на уровне 50 человек. Возможно, на следующей неделе мы еще посмотрим тенденцию. И, может быть, ограничить 30 человек массовые мероприятия. В завершении штаб Алексей Русских поручил расширить градостроительный совет и объявить конкурс на главного архитектора области. Предпочтения отдаются специалисту федерального уровня.